У нас были вопросы по поводу фиксации лоскута и его иммобилизации. Насколько я помню, они были у всех. Он показал одну из методик, которая является... Вот наш трапециевидный лоскут. Дмитрий Николаевич показал нам методику, когда натекается вертикально надкосница, если нам не хватает вот этого объема для ушивания ткани в горизонтальной проекте. То есть помимо того, что мы иммобилизовали вот здесь вот лоскут в слизистом направлении, то есть еще... Действительно существует такая методика, очень многие хирурги ей пользуются. Я ее не люблю. Потому что все, где мы рассекли надкосницу, мы лишили лоскут питания. Мало того, что мы здесь, в общем-то, так здорово травмировали, мы еще и здесь его растечем. Не дает вот такое большое растяжение ткани. Есть разрез, ну или называется это сплит лоскут, расщепленный лоскут. Как вы хотите его называйте? Его проводят при закрытом лоскуте. Вы устанавливаете скальпель под лоскут, опускаете лоскут, отводите губу, там, если это мы говорим о верхней челюсти или нижнюю щеку, отодвигаете. И устанавливаете скальпель так, чтобы вы видели перо скальпеля под слизистой. Оно у вас должно просвечивать. И вот таким образом вы достигаете такой мобилизации, что надобность в каких-то вертикальных разрезах надкосницы у вас исчезает. Речь идет о расщеплении, да? Да, да. Это получается вот истинно расщепленный лоскут. Здесь он у вас полнослойный. Вот на всем этом протяжении, там, где и будет окошко, да, которое... Вообще, клея из-за плавной траницы. Откуда скальпель заводится? Подвижная слизистая, что ли? У вас вот же лоскут. Вы куда хотите можете двигать. Как далеко от края? Давайте мы сегодня на практику к этому вопросу конкретно вернемся. Потому что вот на пальцах, наверное, это очень сложно было бы обычно. По поводу швов держалок. Берется две упаковки шовного материала. Если, ну, есть какие-то проблемы, там, с натяжением или с фиксацией, стабилизацией этого лоскута, вот первичный сам. Делается прокол, подшивается, первым швом не завязывается. На иглодержателе ассистент у вас держит. Вы берете сразу отсюда вторую иголкой, вторую ниткой, фиксируете его к гребнеону, к висневому краю с другой стороны. И, соответственно, у вас сразу двумя нитками. Можете вот отсюда непрерывно швом ушибиться сюда, отсюда сюда, еще, ну, как вам нравится. Или яблочное дело это вот сюда и вот сюда, а потом уже здесь. Потому что здесь у вас уже недостаток ткани не будет. И когда вот такая позиция, есть еще один плюс. Да, у вас сближены два лоскута. Вот здесь вы можете очень хорошо свести края раны плотно. И они у вас будут стык-стык, у вас очень быстрая эпитализация произойдет. То, что в принципе, например, при синус-лифтинге, поскольку мы сейчас никто не пользуемся мембранами, это пожелательная история. Да, потому что вот Дмитрий Николаевич вчера говорил о частых осложнениях во время проведения синус-лифтинга, расхождение швов. Что это, в общем-то, не очень хорошо, потому что микробная инвазия, если там и полость, это осложнение считается при синус-лифтинге. Поэтому это вот тоже такой момент. То же самое в области альвеолярного гребня на нижней челюсти. Единственная там особенность разреза, здесь вы разрезали... ...на неба, вы можете небно хоть сколько туда падать, потому что там до нерва, до артерии, до малой даже не... Ну, так разумно, конечно, просто вам там шить будет неудобно, если честно. Вот. Так, конечно, небно расположенный разрез, это все понятно. В области нижней челюсти этот разрез рекомендовано сделать... ...вот здесь вот со слезу, чтобы было видно позицию... ...вот середина альвеолярного гребня. Разрез вы делаете... ...вот здесь вот граница слизистой, прикрепленной десной. Вы отступаете 2-3 миллиметра вот отсюда, необходимых для хорошей фиксации рост кита. И делаете разрез вот здесь. Лежу пизочную, да? Да, да, да. Ваши разрезы максимально, чем более орально, все-таки в разумных пределах они смещены, тем более лучше фиксацию лоскутов. И даже если будет где-то какое-то натяжение, за счет того, что здесь вы работаете на прикрепленной десне, у вас будет хорошее сближение краев и будет хорошая фиксация лоскутов. Даже если вы много объема создали до костного и что-то перекрываете очень такое грандиозное своим лоскутом, вы чаще всего получите хороший здесь результат. Ну вот это условие 2-3 миллиметра обязательно, потому что шить к слизистой неправильно. У вас просто все уползет. Сократится прикрепленная десна, поскольку она мощная, она с надкосницей, она там полнослойная у вас лоскут, а слизистая очень тонкая, она просто эти швы просто все как сопли разойдутся, извините, пожалуйста. Техника швов, все хирурги, все практикуют, все знают, каждый завязывает хоть как, кому как нравится. Никаких рекомендаций с этой точки зрения нет. Это вот то, что мы с вами обсуждали, иглы. Это под надкосничные швы, ну в общем-то их нужно уметь делать все, мы их все умеют делать. Там ничего сложного нет, заводится игла под надкосницу, выводится, прижимаете. Это вот все техники наложения. Если надо, я где-то остановлюсь. И закончу я со швами. Сегодня, если нет других вопросов, есть методика накидных швов. Она используется при пластике мягких тканей. Такой достаточно малоинвазивный, когда устраняется либо реконструкция сосочка делается, или когда какие-то рецессии не очень большие. Выполняется она каким образом? Если у пациента есть на наше счастье ретейнер, то в общем вам больше делать ничего не надо. Вы накидываете просто орально на ретейнеры, эти швы, они у вас висят. Это выполняется с точки зрения, когда мы вертикально сильно перемещаем лоскут. Техника хорошая. Если у вас нет ретейнера, я не помню, по-моему, Рацкий предложил свое время делать обычную композитную такую полосочку и накидывать на нее. Потом, когда вы швы снимете, вы ее сколите просто гладилкой или можете спилить там, не знаю, каким-нибудь... То есть нужно дополнительно фиксировать? Да, да, да. Вот это накидные швы, в общем-то, может быть, вот какая-то такая техника, их особенности никакой нет, просто на них фиксируют и накидывают. Очень это удобно для верхней челюсти, это неудобно. Я попробовала один раз, мне пациентка сколола по прикусу это все, и, в общем, мне пришлось просто перешивать. Это неудобно, потому что мне пришлось делать второй раз анестезию, что-то добавлять. А на нижней челюсти, почему это удобно? Все знают прекрасно, что слизистая в области язычной поверхности на нижней челюсти, в фронтальном участке, очень тонкая. И шьется она очень плохо, и ползет она очень хорошо вся. И вот чтобы ее туда вообще не залезать, вот такие накидные швы очень удобно. Фиксируют они хорошо за счет того, что у вас все-таки жесткий или композит, или ретейнер. Там требует большой перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!